Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. То, кому террорист, как в Николаевской обладминистрации с журналистами работают. Непростое украшение, сколько Роман Насиров будет носить электронный браслет. Шлеппер и прочая тюремная терминология от главного радикала. Что еще рассказал Олег Лешко в антикоррупционной прокуратуре. Президентская горячка. Чего может лишиться Марин Липеной? Кто мечет коктейли Молотова в центре Парижа? Новая мода обвиняет журналистов в терроризме. Вчера военкоры подробностей Геннадий Вивденко, Руслан Смещук, Роман Бачкала, а также оператор Сергей Дубинин были объявлены в розыск боевиками так называемой ЛНР. За содействие террористической деятельности на территориях подконтрольных боевикам. И сегодня в терроризме обвинили еще одного нашего корреспондента в Николаеве. Но уже не боевики, а охрана губернатора Алексея Савченко. Что же произошло во время сессии областного совета? Все подробности в сюжете. Конфликт разгорелся прямо в сессионном зале, где проходила сессия облсовета. Человек из сопровождения губернатора схватил нашего журналиста Кирилла Ющишина за руку и грубо оттащил в сторону, чтобы освободить проход для главы администрации. После этого наш СОПКОР вышел в холл. А через несколько минут появился и нападавший. Вырвал из рук журналиста телефон и спрятал в карман. Мужчину остановили патрульные, находившиеся рядом. Но тот вдруг стал обвинять нашего СОПКОРа в совершении некоего теракта. Все это на глазах десятка свидетелей. Пожалуйста, примите заявление. Этот человек незаконно правильник здания администрации. Он подозревается в совершении террористического акта. Поэтому я вас очень попрошу, задержите. У меня есть свидетели. Еще три человека, которые говорят о том, что он провокатор и он пронес с собой взрывчатые вещества. Как выяснилось, нападавший это Дмитрий Мусаилян. Он постоянно сопровождает Николаевского губернатора. Но официально в охране Савченко не числится. Вот как отреагировал на произошедшее сам глава области. Когда страсти улеглись, Савченко лично извинился за инцидент и заставил извиниться нападавшего. Вы должны, извините, еще раз наголошу при журналисте, что эта людина не имеет отношения к мне и не нужно делать с этого заявок. Пожалуйста, извините. Конфликт должен быть вычерпан. Как журналисту приношу свои извинения. Никакого отношения к власти я не имею. Несмотря на утверждение Савченко, Мусаилян практически всегда рядом с губернатором на официальных мероприятиях. Вот фотографии. Наши источники в обл. администрации подтвердили. Мусаилян не просто телохранитель, а внештатный советник губернатора по вопросам взаимодействия с добровольцами АТО. На инцидент уже отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины. Глава союза Сергей Томиленко резко осудил произошедшее и призвал губернатора, цитирую, выгнать нападавшего. Также отреагировали в Министерстве информполитики. И мы готовы возвращаться к Министерству внутренних прав Украины. Наша позиция проста. Мы в своей деятельности четко стоим на работе безопасности журналистов в защиту своих прав. В таких случаях министр сам особо берет на контроль подобные случаи, адже перешкоджение профессиональной деятельности журналистов я не пропустим в правой демократичной державе. Кирилл Ющишин написал заявление в полицию о том, что неофициальный советник тире. Охранник губернатора нарушил как минимум две статьи уголовного кодекса. Во-первых, напал на журналиста. Во-вторых, дал ложную информацию полицейским и буквально обвинил его в терроризме. Следователи приняли заявление. Буквально за полчаса до эфира пресс-секретарь городской полиции по телефону сообщила. Заявление принято, проводится проверка. Мы отправили запрос и в центральный офис нас полиции. И получили письменный ответ. Ваше письмо в работе. Олег Решетняк, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Два месяца с браслетом и без закранпаспорта придется провести роману Насирову. Соломинский суд сегодня по ходатайству прокуроров САП продлил меру пресечения отстраненному главе ГФС. Все подробности этого судебного заседания узнаем у Анны Каменевой. Ночные посиделки в Соломинском суде длились недолго. Защита не предоставила справку о назначенной на утро операции Романа Насирова, поэтому слушание все же перенесли. Прокуроры уверяют, фискал действовал в интересах Анищенко, предоставив его компаниям рассрочку на выплату 2 миллиардов гривен долга. Звернение платника податки на представление, которое сегодня принято, оно не пришло 30 вересня. То есть через месяц и 10 дней. Соответственно, судебный пан Насиров знал, что через месяц и 10 дней пройдет звернение, в котором просят рассрочить его податку. Решение относится к датам или обязанности, или переднего рассрочения. Прокуроры требуют продлить срок обязательств Насирова, то есть сдать паспорта в миграционную службу и носить электронный браслет. Защита утверждает, это ни к чему. Убегать он не собирается, а обязательства только приносят неудобства. Насирова обступили журналисты, просят показать тот самый электронный браслет. А вот само дело Насиров по-прежнему называет безосновательным. Я хочу, чтобы они извинялись. Мы хотим, чтобы следствие закончилось скорее, пришли до, так сказать, честного законного решения. И тогда станет второе вопрос, когда и как повернуться на работу. Спустя час пришла судья, однако зачитывала решение без адвокатов и подозреваемого. Они не успели вернуться после перерыва. Итак, до 26 июня Насиров будет невыездным и носить электронный браслет. Решение обжалованию не подлежит. До этого времени САП планирует завершить досудебное расследование. Анна Каменева, Павел Лысенко, подробности телеканал Интер. А Олег Лешко сегодня заговорил на языке Виктора Януковича. Напомню, антикоррупционные органы Украины подозревают главного радикала в незаконном обогащении. Сегодня он ворвался в кабинет главы САП Назара Холодницкого. Причем, ничего не скрывая, а даже с гордостью, Лешко вел прямую трансляцию в Фейсбуке из кабинета. Не скупясь на выражение, политик акцентировал внимание на внешности и манерах Холодницкого. И даже называл начальника антикоррупционной прокуратуры шлеппером. Я желаю успехов вам в борьбе с коррупцией. Олег Валерьевич, я обещаю в реальной борьбе с коррупцией. Я вам обещаю беспристрастное, незалежное, объективное расследование по всех справах, в том числе и за фактом незаконного збачения в топ-чиномных Украины. Я четыре годины позавчу рабу. Я відповім на все записания. Это за то, что прокурорам *** это не показывает. Позднее, комментируя внезапный визит Олега Лешко, Холодницкий рассказал, что кроме шоу никакой информации по существу радикал так и не предоставил. Напомню, только за этот год Лешко вместе со своей сожительницей приобрели недвижимости на 20 миллионов гривен. В частности, имение в элитном поселке под Киевом площадью 550 квадратов. И это при том, что ни Лешко, ни его гражданская супруга официально не владеют никаким бизнесом. Откуда такие деньги на роскошное жилье, радикал не рассказывает. А вот коллеги нардепа по парламенту, в частности, Надежда Савченко, в кулуарах утверждают, что однопартийцы Олега Лешко подторговывают голосами. Запустить рынок продажи земли до 2018 года все же рекомендует Украине МВФ. Об этом на международном форуме аграрных инвесторов заявил представитель валютного фонда в Украине Жером Ваше. По его словам, земельная реформа поможет развитию украинского АПК. Напомню, ранее премьер-министр Гройсман заявлял о том, что Кабмин намерен ограничить максимальную площадь участков до 200 гектаров. И покупать землю смогут лишь физические лица. А вот референдума по продаже земель сельхозназначений не будет. Такое решение принял окружной административный суд столицы. Об этом сообщила сегодня во время своей поездки во Львов Юлия Тимошенко. Она рассказала, что инициативная группа собрала необходимые 3 миллиона подписей в поддержку этого плебисцита. Центр избирком их принял, проверил. И хоть завтра, по ее словам, был готов провести заседание по этому вопросу, но вот только суд решил иначе. Мы вместе дали свои паспортные данные, и мы готовы приступить. Окружный административный суд города Киева, который полностью находится под прессом, сегодня принял ухвалу. Это тест, насколько была вдалою судовая реформа. Вот вам ответ. И это тест, что существует после второй революции, хотя бы крапля прав у людей, хотя бы крапля вплива украинцев на действие ключевых стратегических решений, что до нашего будущего. Решение стокгольмского арбитража по обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома» может быть вынесено уже 30 июня. Об этом заявляют в «Газпроме». Напомню, претензии газовых монополистов друг к другу оцениваются в сумму более 60 миллиардов долларов. Речь идет о споре вокруг цены газа и условий транзита. Однако многие украинские эксперты сомневаются в том, что Украине удастся выиграть этот спор из-за бездействия руководства «Нафтогаза». Между тем, в самой компании готовятся к банкротству. Чем это может грозить украинцам и кто заинтересован в том, чтобы проиграть это дело? Разбирались мои коллеги. Уже летом стокгольмский арбитраж может озвучить решение в одном из самых дорогих коммерческих исков за всю историю – деле «Нафтогаза» и «Газпрома». Этот спор начался еще в октябре 2014-го. Тогда «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» вернуть часть денег, которые Украина якобы переплатила за российский газ. А заодно заплатить за невыполненные договора по транзиту. В российском газовом монополисте тоже ответили – требованием оплатить газ, который мы не покупаем уже два года. Хотя по контрактам должны. Сбоку «Газпрому» это почти 34 миллиарда долларов. Сбоку «Нафтогаза» это почти 24 миллиарда долларов. Для топ-менеджмента «Нафтогаза» дело стало поводом для пиара. Чтобы создать позитивный имидж в этом споре, в «Нафтогазе» даже наняли лоббистов из известной бельгийской компании «Кабинет Диэн» – засекретивать журналистов стоимость таких услуг. А глава газового монополиста Андрей Коболев решил обзавестись бронированным «Мерседесом» за 5 миллионов гривен. Якобы из-за угроз от «Газпрома». Правда, когда об этом узнали журналисты, резко передумал. Однако, несмотря на пиар, уже в марте этого года оказалось, к делу «Нафтогаз» попросту не готов. А доказательства для суда в компании не предоставили. «Нафтогаз», насколько я знаю, они подали в суд документы. Они подали документы про то, что ведутся военные действия, проводится антитеррористическая операция на сходе Украины, чтобы промышленность скоротила споживание газа вдвече. Но суд эти пропозиции отхилил, потому что это не предметом спора. Есть предметом спора сама суть контракта. На жаль, позиции «Газпрому» – они более просто подкрепленными контрактом. Именно ухудшение ситуации в стране стало главным аргументом топ-менеджеров «Нафтогаза», заработавших за прошлый год 90 миллионов гривен зарплаты премий. Уже в марте этого года коммерческий директор НАК Юрий Витренко, которого журналисты связывают с миллиардными схемами по реверсу газа в Украину, заявил, что компания готовится проиграть суд. Более того, требования «Газпрома» могут еще вырасти. В случае проигрыша мы можем потерять порядка 80 миллиардов долларов. Страшен не сам факт решения, а те последствия, которые возникнут для компании. Потому что компания достаточно сильно закредитована на сегодняшний день. И более того, она является одним из ключевых маяков в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. То есть, по сути дела, это обрушение системы международного кредитования, международной финансовой помощи, можно называть это как угодно. Со стороны западных партнеров. Проигрыш будет означать не только срыв сотрудничества с МВФ, а по сути потерю нашей газотранспортной системы, которую суд может обязать отдать «Газпрому» в качестве выплаты долга. Это будет означать, что газ для населения сможет подорожать в несколько раз, а долг придется долгие годы возвращать за счет простых украинцев. В самом «Нафтогазе» заявили, что в случае проигрыша компания станет банкротом. Однако явно не ее топ-менеджеры во главе с Андреем Коболевым, увеличившая себе за прошлый год зарплаты в 13 раз, в то время как половине страны попросту нечем платить за газ из-за высоких тарифов. Не окажутся ли эти деньги на Лазурном побережье или в виде яхт и вилл на солнечных берегах Сардинии или других излюбленных местах украинских олигархов, пока вся страна рискует погрязнуть в долгах, предстоит проверить правоохранительным органам. Как и то, не намеренно ли топ-менеджмент «Нафтогаза» ведет это дело не в пользу Украины? Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности, телеканал «Интер». Почему украинцы вынуждены вдвое переплачивать за газ отечественной добычи, требует выяснить нардеп Сергей Каплин. Схема, которую внедрил экс-премьер Яценюк, позволяет менеджерам «Нафтогаза» зарабатывать миллионы, продавая населению украинский газ, себестоимость которого максимум 3,5 тысячи гривен, по цене европейского – почти 7 тысяч гривен за тысячу кубов. Такое заявление сделал лидер Социал-демократической партии. «Ми переплатили майже 2 миллиарда доларів. Ми звернулися до Верховної Ради України з вимогою створити тимчасову слідчу комісію. Аби розслідувати цю неправду, яка перша пронагала з вуст екс-премьер-міністра України Арсенія Яценюка, ми звернулися до НАБУ, до Генеральної прокуратури. Будемо звертатися до міжнародних правоохоронних організацій з вимогою поставити крапку в усіх інсинуаціях, пов'язаних з комунальним і газовим питанням». В Житомирській області люди травяться російським аміаком. Одна із агрофірм построила своеобразний перевалочний пункт яда хімікатов прямо возле жилых домов. І там периодически происходят выброси. Почему обращение в различные госструктуры и контролююющие органы не дають результатов? Разбирался Руслан Сміщук. «Газ – це високотоксичний аміак. Цистерна з ядовитим веществом в селе Скочища Житомирської області появились в октябрі прошлого року. С тех пор ближайші дома, які знаходяться всього в 30-40 метрах, периодически накрывають єдкими іспареннями». «Аварія недавно була. Є свідки, які бачили цю аварію, що був виброс, щось вирвало, якийсь шланг, але факт був фактом». «У тих, хто живет к цистернам ближе всього, уже почались проблемы со здоровьем, которые со временем будуть только усугубляться. «Перешить у горлі і слюзяться очі, і депечія. У мене сьогодні меншій дитині 6 років, старшому сіну від 16. Він просинається вночі від того, що він задихається, кашляє, каже, мені воняє воно. Страшно те, які будуть последствия, як воно пройде. Через пів року, через два. Того, що всі, хто не кажуть, прогнозують, ті, хто мають діло з хімією, вони недовговічні». Містні жителі розказують, Аміак і інші хімреактиви привозять по железній дорогі на місце сільхозпредприємство, яке построило своєобразний перевалочний пункт хімікатов всего в нескольких десятках метров от жилых домів. Причем привозять його, похоже, з Росії, в російських же вагонах. «Из Росії приходить? Свердловська, по-моєму, жінка дорога». «Уралхим». «Урал» 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 Жители обратились к государственным екологам и в прокуратуру. Дело поручили местной полиції, которая в конце прошлого года расследование хотела закрыть. Но тут мешалась прокуратура. Следствие возобновили. «В ході до судового розслідування слідчим прийнято постанову про закриття данного провадження. Однак, вивченням Кростишівської місцевої прокуратури матеріалів кримінального провадження вырешено скасувати, винесена постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження». И даже обещают, что в ближайшее время будут результаты. Правда, какие – не говорят. Тем временем на предприятии общаться не хотят не только с журналистами, но и даже с госэкоинспекцией. Мы идем туда вместе с инспекторами и начальником службы. «Гражданская экологическая инспекция Житомирской области. Нам потребна керівництво або охорона, печальник охороны». Закрив дверь, охранник уходит якобы позвонить руководству. Тем временем инспектор рассказывает. После жалобы местных жителей пытались несколько раз попасть на предприятие. «Це вже не перший выезд. Уже був розгляд звернення місцевих жителів. На тому етапі, або на той момент, коли здійснювалось обстеження відповідно до звернення, на територию підприятия держинспекторів не допустили. Відповідно, не вдалося провести обстеження, не вдалося провести відбір проб». Вскорі опять появляется охранник з інспекторами, розговариває через забор. «Я дозвонитися не можу». «Так, так. Вийдіть, будь ласка, що не можу». «Я дзвоню, він чи на виїзді, чи телефон вставив». «А ви не відкрите двері, щоб ми могли вас побачити?» «Не потрібно». «Не потрібно». За кадром інспекторы говорят, что в таких ситуациях сделать они практически ничего не могут. Нет необходимых полномочий. Ну а пока идёт расследование. Экологи безуспешно раз за разом пытаются попасть на предприятия. Люди живут в ожидании очередного токсичного выброса. Руслан Смещук, Андрей Кузнецов. Подробности – телеканал «Интер». Между тем, рынок Украины по-прежнему заполнен российскими удобрениями, в частности аммиачной селитрой. За три последних года украинцы заплатили за неё более полумиллиарда долларов российской компанией «Еврохим», работающей на оборонпром страны-агрессора. Напомню, такое положение на рынке сложилось во время премьерства Арсения Яценюка. Сократить давление политиков на чиновников и сделать последних более независимыми, предлагает премьер-министр, а для этого внести изменения в профильные законы. Об этом Гройсман заявил на конференции, посвященной перспективам реформы госуправления в Украине. Только профессиональные госслужащие могут обеспечить качественное проведение земельной, пенсионной, а также реформ образования и здравоохранения, заверяет Владимир Гройсман. Поэтому уже до осени в ряды чиновников обещает влить свежую кровь. Вчера буквально, 26 квитня, уряд принял решение начать реформу министерств. Вже 10 первых министерств будут проводить необходимые изменения в своей структуре. Мы сможем залучить новых тысяч, возможно, и больше тысячи кадров, которые пройдут на абсолютно новые вакансии. Наш уряд все сделает для того, чтобы создать систему, в которую было бы тяжело втрутиться. И эта система продуковала качественные государственные услуги. Около полусотни обстрелов зафиксировано сегодня в зоне АТО со стороны боевиков. Интенсивность огня пророссийские наемники не снижают, несмотря на договоренности о режиме тишины. Наша съемочная группа работала в поселке Зайцево. Взрывы и выстрелы не прекращаются здесь ни днем, ни ночью. Вот тут хоть белое что-то бачу. Николай Петрович, житель Зайцевого, на ощупь добирается домой к жене. Оба инвалиды. Он слепой, она не встает. Их дом на линии огня. И сегодня ночью во дворе новые разрушения после обстрелов боевиков. Стреляют каждую ночь. Мы с бабкой вот сидим. Вроде легли, вроде тихо. В 10 вечера как начали молотить опять. И опять же почти часа два подряд. Уже на передовой позиции сразу понятно, почему сюда можно добраться невредимым только бегом и пригибаясь. Девица осторожно. Видите, наблюдает конфету. Вот туда подстрелы идут. То есть сзади тоже там подстрелы идут. Окопы боевиков совсем рядом. Их можно увидеть невооруженным глазом. Но из окопа не высунешься. Военные знают, они постоянно на прицеле у противника со всех сторон. У нас работали... Ну, не бой на зажигательном. То есть лист металла толстый из утеса. На пираде и стрелки они используют ПТРС. Калибр серьезный. МДЗ-шный снаряд. Наглядного действия зажигательный. Единственное спасение от перекрестного огня наемников зарыться поглубже в землю. Только десантникам это приходится делать под пулями. Самые же боевики, открывая огонь, отвлекают внимание армейцев от своих инженерных работ. Днем нету ничего, а ночь уже позиция стоит. Мешки уже наложены. Но копают так жестко. Чем-то ковшом, наверное. От огня наемников не скрыться и на улицах села. Вдали от солдатских окопов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. 30 тонн львовского мусора обманным путем выгрузили на городскую свалку Кропивницкого. Произошло это еще в канун Пасхи, две недели назад. Но известно об этом стало лишь сейчас. Почему предприятие, которое арендует полигоны, занимается там сортировкой мусора, всячески старалось замять эту историю? Узнаем от Елены Брынзы. Городская свалка на окраине Кропивницкого. Теперь здесь усиленная охрана. И даже на нашу съемочную группу реагирует довольно агрессивно. Вы же попросили по-хорошему. Вы можете не снимать. А все потому, что накануне Пасхи здесь произошел неприятный инцидент. Известно о котором стало только сейчас. В городе проходила генеральная уборка. Машины одна за другой везли мусор на свалку. Ситуацией воспользовались находчивые водители грузовиков, в которых находились отходы из Львова. Три фуры были с криворожскими номерами, поэтому водители легко оформили все необходимые документы. Сбросили мусор на полигоне и уехали. Связались мы с человеком, который сопровождал эти автомобили. Хотели приехать на место пообщаться. Пока мы приехали, он сопровождив все эти три автомобиля, выехал в сторону объездной. Руководство предприятия насторожил большой объем отходов. Почти 30 тонн. Собрать столько в городе не могли. Позже сомнения подтвердились. В мусоре нашли чеки со львовскими адресами. Сотрудник, который не проявил деятельности, уже наказан. Отчитался директор полигона. Мы изменили охрану полностью, перешли на более наемную охрану. Пришлось все-таки уволить человека, который, не скажу, что он участвовал, но принял, с какой-то стороны мог бы подозрение по тоннажу машины. Его должно было заинтересовать. А вот в полицию руководство предприятия не обращалось, поскольку признают виноваты, сами не доглядели. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Переименовать нельзя переименовывать. В Одессе не могут определиться с названиями улиц. Местные депутаты коммунизировали декоммунизацию, то есть вернули прежние названия. На это уже отреагировали в СБУ и потребовали от мэра Труханова отменить решение горсовета. А среди одесситов развернулась жесточайшая дискуссия, мягко говоря. Кто с чем не согласен, давайте узнаем. Одессу еще год назад декоммунизировал тогдашний губернатор Михаил Саакашвили. По его распоряжению поменяли название более полусотни улиц. И вот вчера на сессии горсовета с подачи депутата Олега Брындака принимается решение части улиц вернуть прежние наименования, остальным дать новые. Дескать, в документе Саакашвили слишком много оплошностей, поэтому составили свой список. Данным решением не возвращено ни одно название, которое подпадает под закон о декоммунизации. В СМИ и соцсетях тут же разразился скандал, мол, это прокоммунистический демарш, да еще и в канун годовщины трагических событий 2 мая. Я хочу нагадать Одесскому городу, что пропаганда коммунистического тоталитарного режима, а именно так будет потратировано повернение среди коммунистических названий в Украине, на сегодня криминальный злочин, который предпочит, очевидно, и увязнение за его вчинение. После этого на решение Одесского горсовета отреагировали в областной прокуратуре, открыли уголовное производство. В действиях депутатов усматривают признаки преступления по статье, распространение коммунистической символики и соответствующей пропаганды. Указанное криминальное проведение началось сегодня. Про подозрение на сегодня еще никому не поведомлено. Санкция в каждой статье предпочитает избавление воли до 10 лет. Такая реакция правоохранителей возмутила народного депутата Николая Скорика. Решение прокуратуры он называет антидемократическим. И напоминает оппозиционный блок и в судебных инстанциях, и в Одесском облсовете всегда последовательно выступал против такой декоммунизации. А что касается позиции мэра Одессы, то он должен определиться с кем он. Либо с антинародной властью, которая фактически держится в Одессе исключительно на его действиях, либо он с одесситами, со своими гражданами, со своими избирателями. А вот губернатор Одесской области Максим Степанов решение одесских депутатов назвал провокацией. Интересно, что за время пребывания Степанова в должности губернатора, это первый раз, когда он публично обрушивается с критикой на Геннадия Труханова. Отменить решение Гурсовета от одесского мэра сегодня потребовал и руководитель областного управления СБУ Сергей Батраков. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности телеканал Интер. Удар по иммунитету. Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Липен. Одного из основных кандидатов в президенты Франции подозревают в финансовых махинациях. Как это повлияет на ход предвыборной гонки и расстановку сил во втором туре узнаем от Елены Зориной. Чем ближе выборы, тем острее борьба. Но здесь, в Брюсселе, историю возможных финансовых злоупотреблений Марин Липен, одной из главных фаворитов французской избирательной кампании, с этим не связывают. Речь о 340 тысячах евро фонда ЕС. Эти средства в качестве зарплаты получили фиктивные помощники лидера ультраправых. Следователи уверяют, Липен трудоустроила свою ассистентку и телохранителя в качестве парламентских помощников. Ее не раз собирались допросить, но мешала неприкосновенность. И вот, теперь Европарламент дал старт процедуре. Следственные органы Франции прислали мне два запроса о снятии депутатской неприкосновенности с госпожей Липен и госпожей Марии Кристин Бутонне. Европейский парламент уже направил эти запросы в Комитет по правовым вопросам, который этим занимается. Но допрашивать Липен следователи будут уже после выборов. Впрочем, сама она, похоже, из-за этого не очень переживает с головой, окунулась в избирательную кампанию. А сегодня и вовсе отправилась на рыбалку. Но даже там не упустила возможности уколоть конкурента. Задача Макрона говорить о работе трейдеров, потому что это напрямую связано с деятельностью его друзей, владеющих банками и крупными финансовыми корпорациями. А вот говорить с простым народом ему сложно. Вы можете сами в этом убедиться. Он не может подобрать нужные слова. Так, спасибо. Кто же станет новым президентом Франции? Молодой политик Макрон или ультраправая Липен, узнаем через полторы недели. Второй тур выборов назначен на 7 мая. Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. А тем временем в Киеве сотрудники СБУ штурмовали кабинет председателя облсовета Анны Стариковой. Информация об этом со ссылкой на собственные источники появилась в нескольких СМИ. Всех, кто находился в приемной админздании, выдворили. Чиновница забаррикадировалась у себя в кабинете. Около 15 депутатов Батькивщины после начала обыска попытались прорваться к Стариковой через кордоны силовиков, но СБУ их туда не пропустило. Причины обыска в спецслужбе не комментируют. В данный момент телефон Стариковой отключен. Испанская драма в парламентской ассамблее Совета Европы. Сегодня там выступил король Испании Филипп VI. Визит его прошел на фоне скандала с главой Пасе, испанцем Педро Аграмонтом из-за его поездки в Сирию. Так принимала короля ассамблея. И какие шансы у скандального председателя все же удержаться в своем кресле? Подробнее в материале. Встретить короля на посту главы Пасе было единственным условием, которое Педро Аграмонт выдвинул депутатам в обмен на обещание добровольно сложить полномочия. Скандальному выходцу из Валенции меньше всего хотелось ударять в грязь лицом перед своим монархом. А такой шанс у него был. Впрочем, обошлось без скандала. Зал встретил монарха аплодисментами. Но принимать короля лично Аграмонту не позволили. Заседание вел вице-президент Пасе от Испании. Свою речь Филипп VI посвятил важности соблюдения европейских ценностей. О неудобном положении Аграмонта ни слова. Демократию необходимо защищать, причем все время. Ведь именно демократия стоит на страже нашего общества. Демократия, права человека и верховенство права. Это три кита, на которых держится европейское общество. Стандарты, о которых говорил король, никак не вписывается в аяж Аграмонта в Сирию в кампании российских политиков. Так считает большинство депутатов Пасе. Они с начала недели требуют уволить скандального главу. Особенно активна в этом вопросе украинская делегация. Ее поддерживают самые крупные политсилы. Они высказывались за недоверие главе Ассамблеи. Сам Аграмонт, которого подозревают в политической коррупции, превратился в изгоя. Уже несколько дней он не принимает участия в сессиях. Казалось бы, отставка Педро Аграмонта уже практически свершившийся факт. Если он сдержит свое слово, то уже завтра объявит о сложении полномочий. Чем создаст прецедент в истории Ассамблеи. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Летящее по небу. Почему украинская художница Зинаида Лихачева назвала свою экспозицию именно так? И что она исследует в своих работах? На выставке побывали наши корреспонденты. В этих полутемных залах царит атмосфера таинства. Здесь соединились мистика и реальность, подноготная женской души. Стихия земли, огня, воздуха, воды и эфира. Те сакральные вещи, которые даются при рождении. Все мои работы, они в своей основе торкаются женские темы. Я считаю, что сама женщина, она не только народжет и оттворяет процессы. Она сама носит те сакральные энергии. И она может впливать на много процессов. В украинской культуре самая женщина выполняет все основные ритуалы обрядов. И самая народжение сопроводит женщина. И самая, когда умирает людина, то кличет женщину. Найбольший фурор на выставке произвело видео, снятое Зинаидой Лихачевой. История женщины-эмигрантки, которая завещала похоронить ее в селе Ивано-Франковской области. Сцена перехода ее в другой мир. И эта дивовижная съемка, и она едет в этом поветоре, в этой белой домовине. А внизу идут через этот город, по которому, очевидно, когда она маленькая шла. И далее это отображено в четырех ипостасиях маленькой девочки, нареченной вдовы матери Берегинии, женщины, старшей летней. Над проектом Зинаида Лихачева работала целых пять лет. Каждый элемент – это своеобразная ритуальная дорога. Откуда и куда мы идем? Это какая-то новая сторона. Она хочет дистать себя, так бы сказать, до правоснов Украины. И она очень оригинальная. Она такая авангардная, я бы сказал. И она действительно делает очень сильное впечатление. Это какие-то новые слова в ее творчестве. И вообще в творчестве, власне, такого типа инсталяций. Выставка в столице продлится до 14 мая. Но не только украинцев порадовала Лихачева своими работами. Накануне в Лондоне она презентовала свою видеоработу «Последний ужин», посвященный чернобыльской трагедии. Во время ее создания сама неоднократно посещала город-призрак. Анна Демиденко, Елена Митясова, подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok